Некий познакомился с тёлкой, ему там, допустим, 29 из 40, но она охуенная. И она сама ему писала, звонила, он пригласил её на встречу, ну, то есть, когда он звонил ей при мне, она говорит, Женечка, привет, да, конечно, конечно, завтра, конечно, сегодня, да, она прям вот ждала. В этом случае, как бы, девка, ну, всё равно немного потёрта жизнью, да, тут молодой, симпатичный чувак, почему бы, блядь, с ним не потрахаться? Как же там было-то? В итоге, короче, была свиданка, то есть, он говорит, я делал там всё, ну, как бы, когда я начал её куда-то тащить, она, типа, говорит, я не пойду там, меня и так далее, и начала его, типа, проверять, она начала ему говорить, ты не серьёзный, мне нужны серьёзные отношения, то есть, по логике, если она совсем не дура, она же понимает, что, ну, какие нахуй отношения, да, она его там старше на 11 лет, ну, наоборот, ещё ладно, но когда девка старше, то есть, она понимает, что чувак, скорее всего, пришёл поебаться, собственно, она пришла за этим же, но она его должна была как-то проверить и свалить с себя эту ответственность, сложить с себя, а он, короче, честный парень, продолжать не надо, да, я говорю, сказал бы, что да, вообще, на самом деле, я ищу женщину, блядь, с которой мне будет классно, и вот там, с девушками, которые чуть-чуть, ключевое слово здесь очень важно, старше меня, да, мне очень всегда прикольно, мне с ними как-то классно, вот я хотел, то есть, она понимает, что она пиздит, ты понимаешь, что она пиздит, ты пиздишь, что да, ты хочешь отношения, она понимает, что чувак пиздит, но мне, в принципе, надо было, чтобы он это сказал, просто вслух озвучивал, и всё, я сложил себе ответственность, а чувак ей что-то сказал, типа, в стиле, мол, ну, типа, какие нахуй отношения, посмотри на себя, ну, он как-то помягче это сказал, но он дал ей понять, что, ну, как бы, он пришёл сюда поебаться, и девка как бы слилась, и в итоге, потом, даже когда он ей звонил, она ещё как-то брала трубку, но уже там всё пропало, сейчас, и суть вопроса была в чём? Ну, в том, что лучше всё-таки сказать, что, ну, вот так. Нет, не надо ей говорить, что они будут с тобой, ты ей должен, наоборот, показывать, позиционировать себя так, что, как бы, ну, хуй знает, может, с тобой будет, может, с ней будет, у меня ещё там Таня, Лена и Маша, то есть, ну, я построю отношения с тут, да, я хочу отношения, естественно, любой мужчина, вот, там, рано или поздно, ну, как бы я сказал, приходит к тому возрасту психологическому, то есть, не физиологическому, когда ему хочется семью, там, любимую женщину, не знаю, кого-то, вот, кто-то раньше, кто-то позже, я, допустим, охуенный чувак, я с 14 лет, там, не знаю, ебал топ-моделей, да, я нагулялся, и вот мне уже, в принципе, как раз, я думаю, что хочется каких-то серьёзных отношений, да, но я для этого ищу девушку, с которой мне будет по всем, там, критериям хорошо, как-то так, что-то, то есть, ну, если это надо было услышать, чувак, скажи, блядь, только не говори, что это будет, будешь ты, да, то есть, ну, ты же её не наёбываешь, ты говоришь, да, я хочу, будет, да, да, что? Вопрос, а если она не ищет серьёзных отношений, а просто пиздит, она на самом деле потрах хочет, либо отаку, ну, нет, сейчас, погодите, Ваня всегда выдаёт очень интересные вопросы и интересные версии, да. Она не ищет, на самом деле, отношений, но, как бы, как понять эту разницу в её словах? А тебе вообще зачем понимать разницу? Ты что хочешь? Ты хочешь её выебать или... Ну, если я не ищу отношения, она этого не хочет, она ищет так потрахаться. Она такая, ебать отношения, вот опять, короче. То есть, в чём вопрос? Ты, Игорь, ты ищешь отношения. А, я не хочу, как разницу учусь в этом. Зачем? Ты можешь говорить всё, что угодно, но при этом ты параллельно сидишь и лапаешь её, короче, делаешь что-то... Во, 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 массаж за... Если девушка ни на что не намекает, и он как-то мимо, говорят, скажет, а я, ты знаешь, я вот ещё девушку для отношений, он думает, что это как-то может, ну... Короче, неважно, что говорит она, неважно, что говорите вы, она пришла, это факт. Она хочет, значит, чего-то от тебя, неважно, отношения, не отношения, любые отношения начинаются с секса. Напишите себе, не знаю, на лбу, на тетрадке, сначала секс, потом отношения. Девкам это доказывать бесполезно. Хотя, с другой стороны, если хочешь, ты можешь завернуть, ты можешь сказать, ты знаешь, почему это так? Я тебе объясню, потому что ты и говоришь, ты знаешь, вот эти все чуваки, ты так же отстраняешься от её каких-то вот этих дрочеров, показываешь, что ты клёвый. Ты говоришь, сначала секс, потом отношения. Это принцип, единственный верный принцип по жизни. Не, можешь я об этом даже сказать. Почему ты меня лапаешь, мы мало знакомы, давай сначала попробуем построить отношения. Блядь, какие отношения без секса? То есть, ты чё? Ты чё? Ты чё? Вот, значит, ты говоришь, что те чуваки, которые за тобой бегают, дарят тебе цветы, всё прочее, дружество, это же всё не настоящее. Я вообще считаю, что мужчина должен говорить как есть, то, что он думает, то и говорит, и делать то, что он хочет. То есть, ты сразу себя возвышаешь в его глазах. Потому что она тоже так считает. И нужен чувак, который придёт, скажет, что я хочу тебя выебать. И я такая, да ладно, чё ты. Метод Данила этого, Багрова, блядь. Когда он негритянку там завалил. А у меня, да ладно, чё ты. Лучшая работа с возражениями, блядь. Универсальная фраза просто, блядь. И ты ей говоришь, что... Блядь, о чём я говорю? Я на фразу не раз, три раза. Ты говоришь, что вот... Почему? Они не искренние. Почему они это делают? То есть, они... Ну, да, ты красивая, ты клёвая, тебе можно подарить цветы. Но я считаю, нужно дарить цветы. Там, только той девушке, к которой ты влюблён, тогда это искренне. Тогда они дольше простоят, бла-бла-бла. Они это всё делают, потому что их так научило общество. Они вот за тобой ухаживают, дарят эти цветы, подарки. Потом у вас секс, ну, что-то кому-то не понравилось. Не знаю, поссорились и разбежались. А ты потратила три месяца на этого чувака, потеряла три месяца своей жизни, да, и потом ещё разочарование. Поэтому я считаю, как бы, с такими вещами не нужно тянуть. Пока ты не поспишь, я не говорю про секс, когда ты просто не поспишь с девушкой в одной кровати рядом, ты не поймёшь, сможешь ли ты дальше с ней жить или нет. То есть, там, блядь, такую хуйню можно задвинуть, чувак, она будет вот так сидеть и охуевать, чувак. А расскажи про историю, где эта девушка, как я себе... С ульяновской, чувак. Да, сейчас. А вот можно вопросы? А если девушка начинает говорить, а вдруг ты меня бросишь, гарантии какие-то, что-то не так отвечает. Иди в Сбербанк России, блядь, за гарантией. А вторая проекция такая, какая-нибудь. Сейчас, нет, клёвые вопросы, ребят. А вдруг ты меня бросишь? Как мы сказали, да. А вдруг ты меня бросишь? Какие у меня гарантии? А? А? Ну, постебался. Не знаю, ещё можно сказать, что, слушай, ну, в жизни вообще надо пробовать. Понимаешь, то есть, ну, гарантии нет никаких, да. Нет гарантии, что сейчас нас с тобой КамАЗ не переедет в парке, пока мы гуляем, который там асфальт кладёт рядом, взбесятся и переедет, не знаю. Поэтому я считаю, у меня принцип по жизни такой. Я считаю, надо пробовать. Понравилась девушка, ну, надо попробовать с ней пообщаться, познакомиться, подойти. Попробовали. Надо попробовать погулять, может быть, нам будет классно. То есть, надо же, ну, то есть, и она это всё понимает, а ты, то есть, кто-то говорил, что бесполезно там что-то рассказывать, нет логики, надо давить на эмоции, это тоже. Но если ты будешь рассказывать вот так вот, и учитесь красиво пиздить, красиво говорить, излагать свои мысли, она подумает, бля, классно мне такой хуничный, никто не сдвигал, причём она думает так же. Сейчас это про Ульяновск, да? Надо сделать серьёзное лицо только, блядь. Так, по поводу понтов сейчас, значит, препятствия, социальный статус, даже про работу, вы должны знать, как вам говорить, вы работаете в Макдональдсе, ну, мне кажется, это самое хуёлое, что может быть в жизни. Вот. И, но при этом, как бы, ну, это просто, это не лучший пример. А был такой чувак, яич не помню. Ты, по-моему, рассказывал, девушка с девушкой встретился, и что-то рассказывал, рассказывался, да, потом, потом, да, вот, а кто-то, да, вот, а кто-то работал в Макдональдсе, и шутки стали не смешные, типа, я как-то ему не так нравлюсь. Да, это кто-то писал, какой-то чувак, по-моему, писал из моих знакомых, или что-то такое, или из блога, ну, история какая-то. Директор работает директором Макдональдса. Короче, вы, допустим, работаете в Макфаке, ну, можете сказать, я работаю в Макдональдсе, скажут, ага, или можете сказать, ты знаешь, у меня вот в планах через год я хочу открыть, ну, понятно, что это может быть, как бы, не самый лучший пример, но это просто пример. Я через год хочу открыть, там, сеть фастфудов, таких, типа, как, там, киосочков, то есть, ну, мне надо понять, как работает вся система изнутри, поэтому я вот тут решил на несколько месяцев устроиться в Макфак без прикола. Ну, как вы это донесете? Она может реально в это поверить. Может, не самый лучший пример, но, то есть, блядь, вот вам лучший пример. Все относительно, во-первых, да, если кто-то сейчас думает, у меня чмошная работа, ребят, у кого-то нет даже такой. Во-вторых, был такой царь, которому приснилось, что у него выпали все зубы. Ну, вы знаете, хуевый сон такой, да, примета, что, типа, умрут родственники, когда, там, снится, что зуб выпал во сне. Ну, это, как говорится, не думайте, оно и не будет. Ну, и заебись, с этим проще жить, Юра, когда не знаешь. Не, у меня же все зубы во сне, блядь, я... Слава Богу, Юра, дай Бог. Я просто не верю примеру. Короче, прикол в чем? Ну, люди себе придумали эту хуйню, начинают настраиваться на эту волну, они притягивают к себе какую-то жопу. Это, там, отдельная тема для разговора. И все мудрецы, которые к нему приходили, говорили, чувак, все твои родственники умрут. Ну, там, какое-то, там, время, да, там. Он всех их казнил, давал им пизды, короче, выгонял. Говорит, блядь, вы заебали, вы мне говорите какую-то хуйню, ребята. А один чувак, который подумал, что нахер надо, меня сейчас казнят, если я ему скажу это. Он пришел, сказал, ты переживешь всех своих близких. В принципе, он ему сказал то же самое, блядь. Он сказал, нихуя себе, блядь. Вот тебе золото, иди. Но он это сказал по-другому. Поэтому, то есть, от того, как вы говорите, очень много чего зависит. Короче, я не знаю, мне вспомнился этот, такой случай страшный, то есть, по поводу страшных историй. С девками, блядь. Я поехал в Ульяновск по работе, еще только начинал все это, там, пикапить и занимался другими вещами, продавал, там, вентфасады. Я незнакомой девке, в незнакомой квартире, в незнакомом городе, вода льется, стучусь, тишина. Но там это все в моменте. Я начинаю прям реально пересираться, блядь. Я начинаю сильно стучать. В этот момент я понимаю, что вода полилась из-под двери, то есть, я, пиздец, короче. Я начинаю просто пытаться выносить эту дверь, блядь, нихуя, тишина. Я просто обосрался. В итоге я выношу еле-еле эту дверь, там, короче, полная ванна воды. Эта девка лежит вся в крови, короче, и на нее упала булава. Я старался не улыбаться, блядь. Самое интересное, что ты один, самое интересное, что если это правильно задвинуть девки, эта девка может просто охуеть с него. Кто-то начинает угорать просто жестко, кто-то начинает пиздить тебя, вот как они обычно делают. Придурок, короче. Кто-то начинает, у кого-то пауза минуты три. То есть, она пытается понять, блядь, что произошло, короче. Только потом начинается истерика, блядь. Не, ну вот это в плане раскачки по эмоциям, да. То есть, главное, выдержать паузу, не говорить про продолжение и не улыбаться, блядь, когда вы это рассказываете. И говорите постоянно, что это страшно, что это какая-то реально жуткая история, что вам даже страшно это рассказывать и так далее. Ты реально побелел, когда рассказываешь на твоей жизни? То есть, ты как бы ее еще и выделил. Я же могу так сказать, я могу часто подходить к девушкам, я ищу для себя там, не знаю, что самое. Скажи, но мужчина тоже имеет право выбирать как бы. У меня был случай на Камергерском, я просто не выложил этот видос, я там много матерился. Я сижу в кафе с друзьями, там сидят две девки, одна прикольная, там косимся друг на друга, я думаю, ладно, сейчас я успею, она никуда не денется. Проходит мимо девки, я выбегаю, к ним подхожу, к одним, к другим, к третьим. Потом это встает, идет в толчок, я думаю, о, надо идти. Хуяк, отличный, она отделилась от подруги, отличный момент. Догоняю, я говорю, а я к тебе. Она говорит, иди с блондинками, знакомься, что ты. Я говорю, ты сейчас к чему вообще? Я видела, как ты подходил. И что, говорю, подожди, стой. Все, нет, ничего. То есть, она не хочет слушать мое объяснение, потому что ты думаешь, что сейчас все будут такие, ну давай, рассказывай, хуй. Ну, одна из ста будет вот такая. Навряд ли будут слушать там вот этот твой монолог, ты еще там этот возьми с собой. А теперь смотри, короче. Вот, значит. Я ей все равно, говорю, нихуя. Я захожу за ней за стол, она садится. Я говорю, я присяду. Такая, нет, подруга такая, что не понимает. Я говорю, подожди сейчас у нас разговор. Сажусь. Я говорю, ты знаешь, мне уже ничего от тебя не надо, я тебе просто хочу сказать. И действительно, мне захотелось ей просто высказать, блядь. Я говорю, значит, когда ты, блядь, сегодня идешь с одним чуваком в кино, там, завтра с другим, бла-бла-бла, это нормально. А когда я, как мужчина, выбираю себе женщину, я ищу себе жену. Как я ее найду, если я не буду подходить знакомиться. А эта пизда не знает, чем парировать. Она просто, я не хочу это слышать, это все. Я говорю, все, я тебе сказал, а теперь сиди, блядь, оставайся в жопе. Твой вечер закончится, как обычно. Давай, блядь. Она что-то пытается там вонять, да, что, типа, мне пизда-то. Как ей пизда-то? Она пришла с подругой, блядь, и ушла с подругой. Пришла домой, блядь, не ебаная, и легла спать. А я пойду сейчас, не знаю, выебу 10 девок, если захочу. Вот чем наши вечеры отличаются друг от друга. То есть, блядь, да, я имею право выбирать. Просто вот как раз та фигня, про которую я говорил. Ты пидорас, потому что ты знакомишься с блондинками. Все, блядь. Ты пидорас, потому что ты пикапер. Не знаю, почему, блядь, да? То есть, ну, как бы, когда-нибудь, когда ты ее выебишь, ты ей скажешь, я пикапер. И если бы не эти курсы, я бы, на самом деле, к тебе даже не подошел, блядь. Она скажет, ну, чувак, да, наверное, курсы заебись. Потому что трахаешься, это тоже классно, блядь. Так, сейчас, значит, давай пообщаемся в соцсетях. Я, незнакомый с незнакомый с на улице. Не хочу общаться сейчас. Ты что, пикапер? Ты что, поспорил? На ты называйте. Почему так? Ну, ладно, давайте еще, сейчас, погодите. Там, поднялся, сейчас, секунду. Сейчас, вот как раз я хочу на это оставить полчаса. Да. Я очень устал, хочу отдохнуть. Я же не предлагаю тебе сейчас пойти со мной там парами... Я вижу, что ты уставшая. Если ты так скажешь, правда, там будет пиздец. Я же так плохо выгляжу. Скажи, слушай, я все понимаю, но я у тебя парочку минут займу. Возможно, я тебе подниму какой-то жизненный тонус. Я же тебя не работать заставляю. Сейчас мы с тобой пообщаемся и пойдешь отдыхать. Хочешь, я тебя не знаю, там, блядь, чаем угощу, посидим, попиздим, там, блядь, не знаю, отдохнешь. Я сегодня и не предлагаю пообщаться. Сейчас мы две минутки поболтаем, потом как-нибудь созвонимся в удобное время. Блядь, что хочешь, говори что-то. Какие-то еще возражения есть? И перейдем к вот мотивации и будем заканчивать. Просто идет молчить, как бы, знаешь, с таким напыщенным. Игнор. Игнор. Сучка. Что? Не знаю. Чувак, ну иногда ты ничего с этим не сделаешь. А где Тима, Жень? Жень, а я тебя могу попросить? Сейчас, погоди секунду. Алло, пись. Чего? Пись, поднимайся сюда. Жень, встретишь там девушку возле входа, ладно? Посадите ее вон куда-то на стол, ладно? На стул, блядь, твой на стол. И волосы. А? И волосы, что ли? Да подойди к выходу, Свет. Там парень такой выйдет, Женя. Выходи-ка. Да не попадешь ты в камеру, если только в обезьянник. Все, поднимайся сюда, я занят сейчас. Смотри, короче, на чем мы остановились. Работа с удовольствием. Короче, а вот ты рассказываешь возражения, которые при знакомстве, а возражения, которые будут на свидании, по не терапии событий. Тогда, когда будет свидание, тогда я это и расскажу. Естественно, ребят, зачем вам сейчас все это? Мы сейчас знакомствами занимаемся, да. Есть момент, когда ты знакомишься, какую-то информацию, которую ты должен узнать или нет? Что? Ну, допустим, ты искал комплимент, на что ты обратил внимание, и переходишь к телефону, или там начинаешь общаться, чем занимаешься. Можешь так общаться. Самое главное, не будьте дебилами. Что, кофе пьешь? Сидишь, ждешь кого-то? У нас был прикол, ну, в какой-то стране, не помню. То есть мы сидим с двумя девками, они тоже из Брянска. У меня с брянскими девками связано то, что они все мисс Петросян, они все подъебывают, короче. Вот у меня такой вот стереотип. Брянщина – это пиздец. Родина, блядь, как Люшкина и Петросяна. И чувак подходит пьяный, а мы с двумя девками сидим. Девушка, а вы танцуете? Она такая, нет, я сижу. Блядь, чувак просто, ну, ладно. Гениальный ответ на гениальный вопрос, блядь. Это твоя проблема чувства вины. Я тебе ничего не закладывала, чтобы было какое-то чувство вины. Ну, твое мнение есть какое-то, или ты не понимаешь, куда она меня? Нет. Важна внешность мужчины. Да, для меня да. А что именно, как ты считаешь, все сложение лицом? Прическа. Это хочется добавить, если у тебя есть борода, я скажу тебе да. Нет, ну серьезно, что именно? А что именно? Высокий, здоровый. Высокий, без живота. Ну, можно накачанный. Не люблю кроссовки. Вот прям принципиально. Люблю мужчину в костюме. Но опять же, может быть и casual. Но может быть и casual. А вот смотри, допустим, ну, ко мне бывает, что периодически там подходит, как бы девчонки там сами знакомятся. То есть, когда девочка подходит сама знакомиться, то есть, она как бы видит вам не самца, или уже видит, ну, как бы мужчину, который немножко, как бы такой мяконький. То есть, и раз сама она подошла, то есть, я могу как бы им уже там, ну, типа управлять, руководить. То есть, ну, потому что женщина подойдет как бы сама к самцу, который более такой агрессивный. То есть, или она ищет там парней, которых попроще. Ну, я реально говорю ко мне, девчонки на дискотеке подходят, тут прям знакомятся, то есть, и, ну, там. Мне кажется, последнее время много девочек подходят сами. Не так, что это меня приснимает, короче, а не я их сниму, как бы вот. Последнее время девочки подходят часто сами. И это нормально. Потому что очень мало нормальных мужиков. А на мужчине, которому попроще подойти, или все-таки, или от этого уже зависит? Не важно. Для каждой девочки кому-то легко подойти к бруталу, а кому-то тяжело будет и подойти к никакому. То есть, так же, как у мужчины. Да. Ты сейчас перевел, ты сказал, что ты не любишь мужчин кроссовок без костюма. Ты исключение. Да. Значит, все-таки делали не в кроссовках и не в костюме. Я сказала, что, но и casual тоже приветствуется, тоже нормально. Я просто пропустил, извини. Окей. Твои кроссовки крутые, Дольче Габбана. Да, спасибо. Может, кто-то добавит, но все равно знакомство мы превращаем в какую-то случайную такую вещь. На самом деле, мы девушку-то видим уже далеко. Да. Вот почему такая негативная, наверное, реакция сразу, если, блин, вот стоит она, привет. Я их учу делать так, чтобы... Мы скрываем их знакомство, да. Он как будто случайно увидел. Естественно. Да, а почему... Почему негативнее реагирует, если ты подошел специально к ней знакомиться? Я правильно понимаю? Некоторые, да, некоторые даже по реакции там, познакомимся, все, то есть, они даже не смотрят на тебя, то есть, они вот реакции на это слово, познакомимся. Или там просто привет. Строить недоступно? Возможно. Да. Я просто сказал, почему мы тут собрались. Ну, дальше. Почему вы говорите, что у вас есть парень, там муж, но на самом деле это не так. Если мне не нравится человек, я скажу тогда. Ну, а зачем? Не скажите просто нет. А я тебе скажу нет, ты продолжишь? Да. Правильно? Да. А смысл? Ну, если ты скажешь, что есть парень, вы только продолжите. Нет. Вы продолжите. Это больше вероятности, что ты не продолжишь. А есть еще здесь некая толика того, что вроде бы неприлично говорить «нет», да, что как-то общество научилось обижать людей. Может быть, еще и поэтому. Нет. Света, а сколько раз за неделю тебе падает парень знакомых? Не считаю. Ну, каждый день это бывает, да. Два, десять. То есть, часто. Часто, окей. А расскажи в этом случае вкратце про додика из супермаркета, пожалуйста. А, да. Да, 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 я поняла о чем-то. Да, то есть, пример. Я еду в Азбуку Вкуса купить продукты, паркую свой автомобиль, вижу, и идет мужчина. То есть, он абсолютно нормально одетый, он меня увидел, останавливается, стоит, смотрит, как я ставлю машину. Подошел, вроде бы как, стоял, развернулся, ушел. И прошел магазин. Через пять минут я смотрю, что он ходит по магазину и смотрит в мою тележку, там, что я покупаю, и четко за мной. Вроде как делает шаг, видимо, что-то сказать. У меня зазвонил телефон, он слился. Ну, окей, слился, слился. Я, соответственно, иду на кассу, он стоит с жвачкой. Ну, я думаю, она ему не очень нужна. Просто вернуться в магазин. Я выхожу из магазина, несу этот пакет, он идет за мной. Сажусь в машину, специально выдерживаю паузу, сразу не уезжаю. Он стоит около машины. Ноль реакция. Он ничего не сделал. Я выезжаю на дорогу, он стоит, и уже, можно сказать, порыв его все-таки подойти. Ну, мне уже неинтересно. Может, он в это время просто... Хотелось бросить визитку, Шамшурин. Дальше. Ну, как бы, да, с другой стороны, бывает, что и чувак нормальный, да, ну, как бы, я же не могу сама, да, как-то. Не, ну, можешь, конечно, подойти, ну, чувак, ну, что ты растерялся, ну, давай, ну, что. Номер телефона, на визитка. Большинство девушек так не делает, да? Да. Почему? Если вы позиционируете себя как мужчина, все-таки женщина ведома должна быть. Тогда изначально и подойди к ней, если ты хочешь, чтобы женщина тебе подчинялась. Ну, ты даже подойти не можешь. А это нормально, когда женщина подчиняется, чтобы не очень... Больной вопрос. Мое мнение, да. Потом не отвертишься. Свидетеля, да, да, да. Что, все? Да. Ты когда видишь, что девушка сама на тебя смотрит, ты заинтересована. Когда подходишь, она начинает это брызгаться. Нет, нет, ну, она. Почему так происходит? Это видно издалека, что она смотрит, как бы, и видно. Если бы ей не было интересно, то, влядь бы она смотрит. На ситуацию. Ну, может быть, ты... Ну, глупо, конечно, будет сказано. Может быть, не так ты как-то подошел, не то сказал, не так посмотрел. Потому что в любом случае ты встречаешь человека по одежке. И если ты уже неправильно подошел и не так сказал, ну, не возникает какого-то интереса. Нет вот этой искры. Это бессознательная хрень, заложенная природой. И она сейчас даже не может этого объяснить логикой. Ну, это мое мнение. Есть такой момент, что это, возможно, какая-то неосознанная проверка, что ты будешь делать дальше, чувак. А смысл? Зачем терять время на это? Ну, может быть, у кого-то много времени? Посмотрите, как он будет себя вести. У меня нет на это время. Андрю. Да. Вот ты сказала, что нормальных мужиков много не стало. Вымерли, как мамонта. Мамонта мало. А сколько тебе надо? Я же не говорю, что мне нужно много. Я говорю по тем, наверное, все-таки наблюдениям моих подруг, которые считают так же. Чего? Вот у мужчины, как бы, ну, наверное, часто бывает, да, там, две-две девушки, так сказать, вот он встречается. Для женщины это нормально? В последнее время, да. Вы выбираете, мы выбираем. Сколько там их свет у меня? Не помню. Больше, больше десять. Все твои конкурентные. Не, десять — это много, семь дней. А у них есть векторная сеть? А с чем это связано? Можно предложить вопрос? То вот у девушки несколько парней одновременно. Вы выбираете, мы выбираем. Парней? Не, хорошо. То есть, как только возникают какие-то чувства, как бы остальные отсеиваются, или что происходит потом? При возникновении чувств отсеиваются, да. Ты чувство ветром таким меряешь, короче, там, 10 баллов. О, 10, да, подходит. Берем. Я больше с тобой не хочу. Да, именно так. Давайте, ребят, еще буквально 10 минут, потому что мы так задержались. Но я думаю, что сейчас у вас есть уникальный вопрос. Опять-таки мой больной вопрос. Единственное... Опять чувство вины. Я вообще это отношение. А скажи наше чувство вины, чувак, то есть, просто... Да он уже спрашивал. Я спрашивал. Да, уже было. Секс на первом свидании, это норма? Почему нет? Если хочет женщина и хочет мужчина, почему нет? Относительно того, ну, как бы, как стоит, как бы, понять, дать девушке понять, что ты отношения не хочешь. А зачем это дать понять? Ты слился и все. А зачем? То есть, ты хочешь ей позвонить, ты знаешь, мы не подходим друг к другу. Ты прекрасная, но для тебя другой принц? Ну, что за бред? Это и так понятно. Никак слиться, все. Тебя нет. Сегодня ты есть, завтра тебя нет. Это и так понятно будет. У тебя просто не сейчас это может возникать, потому что ты привязываешься к ней сексом и боишься ее потерять, но у тебя, в принципе, это ощущение должно уйти, короче, поэтому... И сейчас уже как-то входит. Это скорее вот... Прямо, тема будет выше. Боишься ее обидеть, а то... Ее про секс в тему говорит. Ну, не знаю. Просто маленькая статистика, короче. Да, 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 конечно. У меня есть вопрос. Да. Вот, допустим, встречаешься с девушкой, и там, ну, как бы идут такие начальные отношения, не сильно долго, она начинает уже там затирать про детей, вот про все вот это, то, что она там хочет детей. И как ей, как бы, объяснить то, что, как бы, рано такие темы поднимать? Я еще в ДОТ не наигрался. Да никак. Я не готов, и все. Никак. Я не готов, и все. Вопрос неактуальный. Ты это никак не объяснишь. Если у нее в голове уже есть, что она хочет, она потенциально в каждом мужике будет смотреть отца своего ребенка и мужа. Да. То есть это уже в голове заложено... Нет смысла. Ты уже не сможешь это ей объяснить. Она уже в каждом будет это видеть, и уже, грубо говоря, примерять эту роль. А может он или не может. Ну, не в смысле может, физически я имею в виду. А готова я, а не готова я. То есть ты уже как потенциальный статус, грубо говоря, муж. Ты никак это не объяснишь. Спасибо. Ну, ребят, давай еще два класса, три-четыре. Надо до секса цветы дарить девушкам. Букет тебе. Ну, это твое желание. Если тебе нравится человек... Есть такое, что... Если тебе нравится человек, ты хочешь сделать ему приятное. Нет слова «надо». Это то же самое, что ты идешь на встречу с девушкой, и ты ей скажешь, ну, надо, чтобы она была в хорошем настроении. Надо. Почему? Ну, в плохом настроении как с ней. Нет, что значит «надо»? Нет понятия «надо». Либо ты хочешь, либо не хочешь. Если ты хочешь ей подарить цветы, ей подаришь цветы. Не обязательно большой букет. Поднять и сам миссию, поднять и настроение. Это, собственно, по твоей логике. Если ты на ней женишься, и она в какой-то момент будет злая, то скажешь, ну-ка нахуй ему уходи из дома. Нет, по-другому. То есть, если еще секса не было, но мужчина начинает... А, то есть, если секс произошел, все, надо уже... Ты ничего не даришь. Я продавлю вопрос в другом. Секса еще не было. Там, предположим, там, первое или второе свидание, цветы, подарки, дорогие эстерары. Будет ли женщина отрицательно дарировать какой-то ухажер такой очередной, которая, там, пытается подкупить, задарить мне? Вопрос примерно в том, что если чувак только ухаживает, но тебя не трогает, не целует, не обнимает, не возбуждает, как бы здесь цветы какую-то ролик... Она не будет это принимать. То есть, у меня на работе есть мужчина, который мне каждый день присылает цветы. Эти цветы обратно ему возвращаются. Мне они не нужны. Мне этот человек не интересен. Зачем ему давать какую-то надежду, что что-то будет? Почему неинтересно? Ну, просто у нас разный интерес. Когда вас не присылает кольцо или сережку, они ему, естественно, не возвращаются. Правильно. Мне кажется, что... Ну, зачем же разбрасываться? Ты что-то маскируешь неинтересно. Может, он стрёмный или бедный какой-то, или там, старый. Почему неинтересно? По какой причине, может быть, неинтереснее чувак? У нас разные взгляды на жизнь. У нас разные... Ну, мы разные абсолютно. То есть, он мне неинтересен внешне. Я не представляю его в сексе никак и не хочу представить. То есть, если вы думаете, что вы только, когда видите девушку, думаете о том, переспал бы я с ней или нет, мы точно так же думаем. Я сам на жопу мужиков смотрю постоянно. Нет, я смотрю с точки зрения... Но это нормально. Мне нравится чувак, был бы я девкой, как бы, я бы, наверное... То есть, я всех оцениваю. Это не значит, что у меня есть там... В баню не ходи с ним. У меня вопрос, ну, мы уже тут разбирали, что там, ну, после встречи, короче, начинают, ну, чуваки там задрачивать, зазванивать там, ну, это мы с эмэсками, там, звонками, то есть, ну, понятно, там девочки сливаются, то есть, а вот твое мнение, когда тебя заебывают, то есть, это какой этот мужчина, то есть, ну, вот ты его там представляешь, то есть, когда он начал звонить, писать, то есть, в твоем понимании, какой он там, жалкий, скучный? Если слишком много до еще секса, допустим, после первого свидания или перед первым свиданием, как только... Если человек нравится, и я хочу с ним общаться, да, мне это нравится. Если мне человек не нужен, черный список. Если ты слишком активен, и там, типа, чего ты не отвечаешь, там, ну, да, вот это, то есть... Опять же, если человек мне нравится, соответственно, я найду время ему ответить на звонок, я найду время найти ему на сообщение. Если у меня нет времени, слушай, извини, дорогой, я занята, давай потом поговорим. Ну, получается, достаточно, как бы тут, ну, у нас есть там правила, к примеру, там, двух звонков, то есть, раз позвонил, не берет трубку, два позвонил, там, все, короче, пиздец, то есть, по-твоему, получается, достаточно... Хорошо, а я работаю в страховой компании, у меня совещание может начаться в час дня, закончится в шесть. За это время сколько, извини, перебью, за это время сколько ты можешь раз позвонить? От одного до плюс бесконечности, правильно? Это не значит, что я не могу говорить. Напротив меня сидит руководитель, я не буду брать трубку и говорить, я не могу говорить. Хорошо, если тебе понравился человек, он тебе позвонил один раз, ты не могла говорить, ты ему сможешь сама передать? Да, если мне нравится человек, я перезвоню. Извини, не могла говорить, перезвонила. Как происходит процесс, когда люди пишут, звонят, дадут. Не первое же впечатление, вот увидела и сразу тебе понравилось. Первое впечатление, я понимаю, что я когда вижу человека, я понимаю, хочу с ним какое-то общение или нет. Хочу с ним, Свет, вопрос. Да. Вопрос. Ну давай, давай, у меня вопрос важный. Это очень важно. Постой, это важно. Как ты считаешь, как лучше, как экологичнее всего расстаться с девушкой, если ты все не хочешь меняться? Кто не назнакомился? Он об этом говорил. У меня... Смотри видео Шамшурина, как расставаться с девушкой. Там, да, есть видео. Я видел. Там по порядку, ребят. Отлично. Ты сама смотришь, только правильчик. Ну, мне еще за этим следить? У тебя был? Что? Кто? Парень-друг. Ну, друг-парень. Парень-друг. Нет, я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Ну, просто общайтесь с которым. Вру, есть, он гей. Дружба между любовником. Да, что? Дружба между любовником. У вас был секс, но потом, ну, просто как дружба и секс. Нет. Или это в расходе. Да, все, с кем я спала, мы не общаемся. Сначала внешность. Встречает поддержки. Все вместе. Это образ, понимаешь? Вот ты подходишь, у меня сразу складывается образ. Как ты идешь, как ты говоришь, как ты одет. Это вот этот круг, который мы делили там. Первая фраза, невербалика. Что говорю, как говорю. То есть, ну, и, соответственно, туда еще мотки. Мужчины тоже должны чуть-чуть хоть, как девушки. Не, ну, понятно. Помыться. Ну, хотя бы помыться было неплохо. Надо? В чем косяк, да? То есть, ты видишь человека и сразу, как мужчину видишь, первый раз, ты понимаешь, что он не на вас будет с ним сексом или нет? Правильно? Да. Основной занимается? Он может изменить твое мнение? Где вопрос, Алла? Что за компрометирующий вопрос? Вопрос такой. Не буду кричать. Нет. Без комментариев. Без комментариев. Может ли он изменить твое мнение? То есть, ты первое число сделала? Нет. Но он своими поступками чем-то не знает. Он продолжает общаться с чего-то как-то. Да, естественно. Ты думаешь, не хера себе. Ну, естественно. А что надо делать? Сейчас, там, да, Диман. Было ли так, например, смотри, парень на первом свидании сильно возглаждает тебя, но не привел место для секса. Второй раз ты вызвонишься? Нет. Да. Не, она, да, наверное, она адекватный человек. Да. Она на редкость адекватная девушка. Как бы вот из подруги. А вот подруги говорят, что по адекватности она нечастная. Блин. Да, и что? Все, ты договорил? Я еще давай. Спасибо. Да, какой кто? Смотри, ты познакомился с парнем, пошли на первое свидание, все было классно, вы дообщались. После этого свидания ты не берешь трубку. Что могло повлиять на это решение? Просто не понравилось или что? Или что-то он неправильно делал? Я не беру трубку вообще? Или я просто вот, ты позвонил два... После первого свидания. Ну, что-то, да, что-то не понравилось. А почему там, не знаю, не написать? А, то есть ты предполагаешь, мы расстались, я села в машину, ты знаешь, давай мы больше не будем встречаться, ты мне не понравился. Нет, он звонит, звонит там два раза. Не звонит. Задрал он звонками, да. Ну, все, я не подхожу к телефону и могу написать то, что да, не звони мне больше. Ну, это обижает мужчин. Нельзя же просто там ответить, хоть ты... Хорошо, ты прекрасный, но принцесса твоя... Можно включить логику, да, то есть если с тобой не хотят общаться, то с тобой не будут общаться. Если с тобой хотят, она тебе, блядь, с Камчатки позвонит, там, не знаю, с телефона автомата, там, с очевидца. Ну, ты сам говоришь, а девушек с гор, которые сливают тебя так красиво, ты даже не понимаешь, что они тебя слили. Мы тебе говорим о том, что после свидания она не стала брать трубку. А ты говоришь сейчас о том, что когда ты подошел знакомиться, привет, как пошел нахуй, мы о разных вещах говорим. Не, а есть шансы, допустим, там, может, смс-ку какую-нибудь? Ну, кинь смс-ку, не получишь ответ. Я думаю, что это будет уже точно понятно. Не спрашивай, какую секретную смс-ку написать, что ты все-таки поняла, что, боже, я прогнала, надо вообще ошибаться. Не, мы вообще не мечты. Мой принц уехал. Может, пришел он, как бы, ну, блядь, ну, что-то у него такое было, а сейчас он на позитиве. Какое было, по-моему, месячное, по-моему, еще одно. Не, не, он имеет в виду, допустим, до пикапа он общался с какой-то девушкой, после пикапа стал измениться и захотел общаться с ней именно, добиться ее. И когда знать, что он стал мастером. Слушайте, ну, первое свидание ты в любом случае должен произвести впечатление. Так же, как, в принципе, и девушка должна произвести впечатление на вас. Ну, если этого не произошло, но... Да нет какого-то времени, господи, ну, захотел, ты расстался, ты захотел я сразу позвонить. А что такого? Ты знаешь, да, я иду, вот, блядь, тебя уже не хватает, что-то, не знаю. То есть, а в чем проблема-то, я не понимаю, или нужно высчитать час? Сейчас я уже ушла, ну, чувак, это... Как захотел, так позвонил. Сейчас, посмотри, допустим, было свидание, первое, был секс, и после этого не вызваниваются, причина. Ну, просто, ну, все понятно. Не вызваниваюсь, ну, все, я поняла. Ну, мне отвечал позвонки, да. Ну, секс не устроил? Да. Только в сексе, все. Ну, да, возможно. Или, может, изначально. Но, мое мнение, отношение между мужчиной и женщиной, процентов, наверное, 85, это секс. То есть, если завтра я... Извини. ...и сломаю хоботу, то все, короче, да? Что, дурак, что ли? Что же я делаю-то? Хуяк, спальню. Ты кого-то сберешься, что? Интересный стал. Вот, ребята. То есть, он все время стоит, короче. Слушай, а как тогда долговременное отношение, когда вам уже там по 78 лет... Слушай, ну, это разные вещи. Хобот уже не стоит, как бы. Слушай, ну, это разные вещи. Ну, спасибо, что здесь не стоит. Ну, как-то да. Биагру вы, ты же дорогой. А может, девушка после секса не вызванивается, потому что она именно на раз рассматривала парня? Ну, то есть, не из-за того, что секс не устраивала, а из-за того, что раз. Такой же тоже можно. Дай нам надежду. Слушай, но я не знаю, какие цели у девушки. Я не могу отвечать за всех. Может быть так. Точно так же может и так быть, да. А почему нет? Вопросы? Павел, ты понимал? Нет? Вот к этому вопросу, если вернусь. Допустим, не действительно, что она это делала на каждом сайте. Может, она там просто не за это? А зачем делать, если потом будет стыдно? Не делай. Слушайте, ну, мы что, животное, что ли, что, знаете, бессознательно? Либо ты хочешь, либо ты не хочешь. После первого свидания, скорее всего, после секса, да? То есть, ей надо, чтобы ты позвонил, чтобы, как бы, ну, типа, сказал, привет, мне очень понравилось, хочу опять тебя увидеть, пойдем в кино. То есть, как бы, чего стыдно? Ну, как бы, это уже клиника такая. То есть, то, что они не звонят после первого свидания, они ждут, как бы, вот, чувак тот самый, который меня выебал и бросил, да, на одну ночь, или ему действительно что-то еще надо. Еще два раза меня выебал и бросил. Все, ребят, давайте два последних вопроса, и у нас просто нет времени дальше. А у девушек много комплексов, но не временем это для тебя, вот, твои подружки там рассказывают, коровенькие, вообще много у них комплексов, а в том числе и в сексе. Да. Да? Ну, например, секс не везде, только дома. А кто-то мне рассказывал, да, про девку, которая все время свет порубала и приходит на ощупь искать пирожор. А потом случайно, значит, получается свет из своего кота. У меня вопрос, нормально ли вообще при первом сексе разнообразие включать? Если на это готов, если на это готов и ты, и партнер, почему нет? Не, ну, наверное, если это первый секс, и ты сразу скажешь, Маша, заходи, у нас сегодня секс втроем. Ну, как-то, наверное, не очень. То, наверное, как-то не стоит. Я уже приехал с Этроиду, бля, можно? Не стоит, бля, бабушка. Лучшая гостя. Знаешь, бабушка любит снимать. Бабушка, я сам не кейч, но я больше снимать. Про комплексы расскажи еще, коровах интересно, сейчас. Бля, ребят, времени нет, давай. Про комплексы. Ну, мне кажется, основное, что не везде. Еще. Не, ну, вообще. Ну, это как-то такое, да, несомнительный. Ну, почему сомнительный? Ну, что же не везде, он же как следствие не везде. Это же не сам следствие. Это как следствие не везде, Сэк. Почему следствие? А в чем комплекс? Что кто-то увидит, что там, я не знаю, может быть, девушка не может расслабиться, потому что она там думает, что кто-то увидит это. Ну, да. Ладно, ребята, у меня больше вопрос такой, просто, ну, вот, когда произошел секс, вот, друг приходит и расскажет, друг все в подробности, да я там ей что-то сделал, так ее нагнулось. Вот, как вы, девчонки, расскажете? Точно так же. Точно так же. Ты поставь, да, только еще, да, более, там, жестко и подробно. А потом они же тебе и скажут, что ты все расскажешь своим друзьям, там. Не, ну, опять же, разные бывают. А как они, какими терминами вообще пользуются? У нас есть, да, вратешник, например. Слушай, так же, как вы, абсолютно. Та же терминология, ничего нового. То есть точно так же. Там есть какие-нибудь там... То есть, билые девушки, да, вальские. А тут была снега. Чувак, это в каком городе-то? В нижнем новом. Хочу в нижнем. Куда? Как Шурик ездил, фольклор собирал, там, пословицы, поговорки. Дерки, кстати, тоже таких слов интересных могут наговорить. Я слышал фразу, она у меня надолго запомнилась. Птичка в ламинго. Птичка в ламинго. Что такое-то? Не, она это... Да нет, еще есть вопросы, ребята, или все? Давайте по поводу один вопрос. Все, давай, по крайней вопросу. А по поводу именно секса. Он, наверное, хотел спросить, стоит ли спрашивать, готовы ли девушка на эксперимент? Я думаю, что, конечно, лучше спрашивать. И все-таки обсуждать, на что готов каждый из партнеров. Прямо или... Да. Письменно. Не надо. Просто письменно пришли, так, все готовы. Не, а что тут такого? Ну, в принципе, ты должен понимать, на что готова она. Пошли ко мне. Да. А что нет? А потом ты с ней долгое время общаешься. У тебя есть какие-то фантазии, и она не готова на них. Что ты будешь делать? Ты пойдешь и реализовывать их на стороне, правильно? Нет, ну вот, не заворачивайся. Зачем? А может, что, блядь, включить? Смотри, какой ключ. Ну, нет, что за бред? Нет. Ну, окей. Ну, все, ребята. Все, я могу идти? Спасибо. Как тот человек, куда? Мы вырежем. Да, захожу, короче, в метро. То есть, ну, день был такой, ну, не очень удачный, так вот. Ну, был такой, ну, не в настроении. Сижу, сижу, смотрю, короче, ну, сидят угрюмые люди, думаю, дай, надо как-то взбодриться, короче, блядь. Сижу, думаю, дай сделаю упражнение по шлахтеру, знаешь, как бы, там, мне все можно, а вам всем нельзя, блядь. Ну, думаю, давно мечтал, сейчас ебану, короче. Раз первая попытка, блядь, ноги ватные, короче, не могу встать. То есть, блядь, думаю, надо сделать, короче, все, в голове уже все кипит. Вторая попытка, короче, опять не могу. И все, и на третью, короче, попытку я встаю, встаю посреди вагона, короче, ну, народу было не так много, но сидели, как бы полностью все сиденья по бокам были заняты. То есть, я встаю в начале вагона, короче, смотрю и на весь, короче, вагон, блядь. Мне все можно, а вам всем нельзя. И стою, короче, вот так вот, блядь. Как, сука, смотрю, кто нахуй, кто что сейчас мне скажет, блядь. Короче, все резко поворачиваются, смотрят, блядь, видят мой, сука, взгляд бешеный, блядь. Я сам себя испугался, блядь. Ну, вот, короче, и все резко отворачиваются. Я ждал какой-то реакции, сейчас кто-то со мной будет ромсить, короче. Все отворачиваются и продолжают делать свои дела. То есть, там, ну, энергетики отрицательные, вообще никакой нету. То есть, все как сидели, так и сидят. Мне это даже подвымесило, что никто даже не оценил, блядь, то, что я сделал. Я два месяца мечтал это сделать, никто не оценил, блядь. Какая-то девка улыбнулась, короче. Но я посидел чуть-чуть и, ну, меня начало пробирать на смех, короче. Пошли эмоции, блядь, я вышел из метро и все, блядь, меня начало колбасить. То есть, ну, короче, парни, рекомендую делать упражнения, блядь. Яйца точно, одно точно стало железное. Так что, как бы, сейчас будем докатывать второе, блядь. Все. Здарова, мужик, на связи Шамшурин. И я хочу тебя пригласить на онлайн-трейдинг, который состоится 1 ноября. Значит, я себе тут накидал какие-то важные моменты по нему. Давайте я расскажу про него. Значит, смотри, 1 ноября стартует самый масштабный онлайн-тренинг, который мы когда-либо делали. Он называется «Соблазняй лучших, оставайся собой, 2.0 Pro». Цель тренинга какая? Цель тренинга сделать так, чтобы в конечном итоге... Цель очень благородная, на самом деле. В конечном итоге ты должен найти себе девушку, свои мечты, самую-самую лучшую, любимую, красивую, которая будет тебя вдохновлять, мотивировать на подвиги. На зарабатывание бабла и так далее. В этом цель. Так что тренинг, в принципе, будет не только по соблазнению. Он будет еще и по личностному росту, по прокачке себя и так далее. Значит, как это будет проходить? Стартуем 1 ноября в 8 часов вечера по Москве, в 20.00 вечера по Москве. 7 занятий через 2 дня на 3-е. Соответственно, если будет первое занятие 1 ноября, значит, 4-го следующее, 7-го следующее и так далее и тому подобное. Занятия длятся 2-2,5 часа на специальной интернет-площадке. То есть ты меня видишь, ты меня слышишь, ты задаешь свои вопросы в чате. Специальное время для этого выделяется. Также на форуме будешь задавать вопросы. В чем суть тренинга? В нем собрана абсолютно вся программа по эффективному общению с женщинами, которую я вырабатывал все эти, ну, уже, наверное, почти 9 или сколько там, 10 лет. Все, что я даю на живых групповых тренингах. То есть если нет возможности приехать, то обязательно тебе нужно посетить этот тренинг. Вся информация от знакомства до секса, до построения отношений и так далее. Потому что секс – это далеко не максимум, что можно получить от девушки. Что будет? Как преодолевать страх подхода? Что говорить? Как говорить? Что можно, что нельзя? Как трогать? Как останавливать? Как заинтересовывать собой? Как вызывать доверие? Как брать телефон? Как звонить? Как обрабатывать какие-то проверки, возражения, хитрости девушки? Как проводить свидания? Что делать на свидании? Как заниматься сексом, в конце концов? Как сделать так, чтобы отношения были такими, чтобы ты был в них главным, да, и при этом всех все устраивало? Как не стать баба-рабом и каким-то там подкаблучником? Многое-многое другое. В этом тренинге есть все. Значит, занятия будут длиться в общей сложности, получается. Тренинг идет две с половиной недели, и закончится он 19-го числа включительно. 19-го будет крайний вечер. В чем отличие этого тренинга от предыдущих? Да, мы в апреле делали очень крутой онлайн. Было 350 человек. То есть сейчас ты посмотришь, сколько народу было, и сам в этом убедишься. В чем отличие? Значит, сейчас я хочу собрать тысячу человек. Тысяча – это очень хорошее число для того, чтобы страна, также другие страны, СНГ и так далее, наполнились какой-то энергетикой, энергетикой успеха и соблазнения, энергетикой настоящих мужиков. Тысяча человек. Значит, что следующее? Второе занятие, вместо шести занятий, в отличие от прошлого, будет семь занятий. Второе занятие будет полностью вести Макс Красочкин. Это реально человек-легенда, это мой духовный наставник. Это один из самых дорогих коучей в стране. Очень крутой чувак. Про него вы еще увидите. Он будет рассказывать вам и давать вам какие-то механизмы, как преодолевать свои страхи и дискомфорт, которые реально мешают нам жить. Мешают зарабатывать бабки, мешают, не знаю, послать нахер своего начальника на работе, устроиться на другую работу или найти, устроиться, сделать какой-то свой бизнес и так далее. Мешают подходить девушкам, мешают вообще во всем. Макс с этими страхами знает, как бороться, он тебе расскажет, что делать. Следующее, значит, плюс будет организован чат поддержки. Что это такое? Это очень крутая штука. Мы решили сделать так, чтобы у вас было больше поддержки с нашей стороны. На протяжении всех двух с половиной недель в любое время ты будешь писать в специальный чат свои вопросы. Просьба о мотивации, пнуть непонятная ситуация с девушкой. Не могу что-то сделать, не получается. Что делать в этом случае, в этом случае. И у меня есть очень крутые помощники. Это мои тренеры, это мои саппорты, это реально люди, которых я сам натаскивал, надрачивал и учил. Эти люди будут отвечать тебе в этом чате. И, соответственно, ты не останешься без поддержки даже в те дни, когда у нас не будут проходить занятия. Следующее, что будет? Будет женский мастер-класс. Очень крутая штука. В одном из следующих видео ты увидишь что-то такое. То есть мы приводим настоящую живую женщину, и ты ей задаешь вопросы. И она будет тебе отвечать на эти вопросы. Причем отвечать сущую правду, а не то, что ты обычно слышишь на улице. Ну, естественно, программа, которую я дорабатывал, улучшал с апреля месяца. И вообще, в принципе, в процессе новая программа тренинга, которая называется Pro 2.0. И все это, всего лишь за какую-то символическую сумму в 6 тысяч рублей. Я считаю, что это настолько смешные деньги для того, чтобы поменять свою жизнь к лучшему. И вот те ребята, которые живут в каких-то маленьких городках, там, где совсем маленькие зарплаты, сейчас скажут, ну, это для тебя они смешные. Ребят, сейчас, возможно, да, но когда-то я был на вашем месте. И есть все шансы того, чтобы вы сейчас оказались на моем месте, чтобы вы оказались в Москве на нормальной тачке с нормальной работой и с красивыми девушками. И все может измениться, ребят. На самом деле, если бы вы знали, что произойдет после тренинга с вашей жизнью, вы бы сейчас пошли, продали почку, блядь, лишь бы только на него записаться. Но это ваше право. Итак, цена символическая, 6 тысяч рублей. Я специально делаю такие цены, чтобы каждый человек даже из самого маленького городка мог записаться. Потому что стандартный онлайн стоит от 15. Плюс еще есть пакет VIP и пакет Super VIP. Их стоимость 9 и 29 тысяч, соответственно. Что еще хочу тебе сказать? По поводу того, будешь ли ты делать это же онлайн, да, как у тебя получится, не получится. Чувак, у тебя получится. Если бы ты просто скачал мой тренинг где-то в интернете, да, в одну каску смотрел, какой-то курс, возможно, не хватает какой-то энергетики, энергии, мотивации, чего-то еще. Здесь будет огромное количество людей, в том числе вероятность того, что в твоем городе будут тоже парни, которые будут проходить этот тренинг, она очень высока. Поскольку это будет большое количество людей, какая-то групповая энергетика, это все будет проходить в онлайн формате, в режиме реального времени. И также ты найдешь себе партнеров и соратников в своем городе. Поэтому ты обязательно будешь это делать, мужик. Что еще тебе сказать? Да, скажу тебе так, запись будет открыта всего два дня, 28 и 29 октября. Если ты не успеешь, значит, ты не успеешь. Продлять ничего не будем. Почему так? Потому что так. Поэтому, если ты хочешь попасть в этот тренинг, просто не пропусти запись 28 и 29 октября. Все подробности и все, что ты хочешь о нем почитать более детально под этим видео по ссылке. Увидимся 1 ноября. Будем менять твою жизнь вместе. Счастливо. Счастливо. Счастливо.